Святой апостол Иоанн Богослов занимает особое место среди прочих апостолов. Вообще наименование Богослов Церковь дает далеко не многим угодникам Божьим. Святой Ант Богослов был самым молодым среди апостолов и его еще мы называем наперстником Христа, потому что он ближе всего находился к Иисусу Христу и он слышал имя предателя. Когда Иуда потянулся перстом своим к персту Господа во время трапезы. Мы апостола Иоанна Богослова называем апостолом любви, потому что ему были открыты такие глубокие тайны Божьей премудрости, «А Бог в сути своей есть любовь», что апостол удивительно мудрыми и глубокими словами в своем Евангелии открывает эту тайну людям о том, что Бог есть любовь. Из всех апостолов он один прожил долгую жизнь и умер немученической смертью и в глубокой старости он как раз и поведал своему ученику, который записал эти откровения Божие, которые получил от Господа. Вспоминая святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, мы должны вспомнить и о той причине, по какой празднуется его память именно сегодня. После его кончины, от его могилы в этот день ежегодно исходил какой-то розовый тонкий прах, который благоухал, и верующие люди заметили это и приходили и поклонялись этому месту погребения. Сам же апостол Иоанн, ныне в сонме святых угодников Божьих, прославляет Господа и молится о том, чтобы люди познали Бога и Его великую любовь к людям. Аминь. Вы так самоотверженно сражались, совсем забыли про покой и сон. В таких героях мы всегда нуждались. Благодарим и низкий вам поклон. Ребятишки из воскресной школы «Благовестник» при храме Благовещения Пресвятой Богородицы города Ульяновска, находясь в условиях самоизоляции, очень заскучали по родному приходу своим духовным отцам и педагогам. Всех их и, конечно, ветеранов Великой Отечественной войны они решили поздравить с Великой Победой. Под руководством педагогов школы при участии своих родных дети записали поздравления на смартфоны. С семьями участвовали и рассказывали свои истории. Кто-то рассказал стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне, кто-то исполнил песню, кто-то рассказал о своих предках. Ведь война коснулась абсолютно всей семьи. Поэтому настолько было нам важно, чтобы дети передавали историю своей семьи, чтобы они учились тому, что можно жертвовать собой, что можно переносить тяготы терпеливо, без ропота, что можно помогать другим людям, что можно быть сильным, можно быть отважным. Поздравления были размещены на официальной странице группы Воскресной школы «Благовестник» ВКонтакте, в других социальных сетях, а также отправлены адресно. Не понять не ждавшему, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. По признанию педагогов и клириков прихода, воспитанники Воскресной школы «Благовестник», а их на сегодня 140 человек, очень активные, отзывчивые и творческие. Кроме учебного процесса по основной программе, дети под руководством своих наставников постоянно участвуют в разнообразных творческих конкурсах, как областного, так и всероссийского масштаба. Софья, помогай ей все. Ну кто это? Георгий Победоносец? Конечно, это Георгий Победоносец. С наступлением пандемии коронавируса занятия в Воскресной школе не прекратились. Они проходят дистанционно. Невзирая на разделяющие всех участников процесса расстояния, такие уроки оказались не менее продуктивными и творческими. Еще когда бушевала страшная болезнь в Западной Европе, которую мы сегодня называем коронавирус, мы уже с педагогическим составом нашей Воскресной школы решили задаться вопросом о том, чтобы подготовиться к работе в интернете. Это было сделано для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших воспитанников Воскресной школы, их родителей, а также, конечно, и педагогического состава. В школах уже объявлены каникулы, но Воскресная школа «Благовестник» по-прежнему занимается со всеми желающими ребятишками дистанционно. Сейчас дети со своими наставниками готовятся к празднованию памяти небесного покровителя земли Симбирской, святого блаженного Андрея Чудотворца, которое состоится в начале июня в Спасовознесенском соборе города Ульяновска, где покоятся мощи святого. Наталья Шуплецова, Симбирская митрополия. Депрессия – это все-таки медицинский термин, подавление души. И в святоотеческой литературе не встречается вот именно эта характеристика. Говорится об унынии, говорится о печали. Причем об унынии и печали говорится в восточной традиции, а об унынии говорится в западной традиции. То есть восточная церковь, она более детально рассматривает эту проблему. И если говорить о современном мире, говорить о современном человечестве, то эта проблема очень большая. Нет такого человека, который бы не слышал, что такое антидепрессанты и не испытывал бы какое-то внутреннее душевное подавление. Один исследователь зарубежный говорил, что если представить человека, на которого наступил слон, и снять его показания, с него артериальные давления, его анализы, биохимию, то вот нечто подобное, даже можно сказать, один к одному будет испытывать человек, который придавлен, подавлен жизненными обстоятельствами. То есть человек, пребывающий в депрессии. То есть это, безусловно, серьезное напряжение, это пресс, который давит человек. Почему так происходит? Что такое уныние, депрессия, наверное, знают все. А вот что такое радость духовная, вот таких людей немного. Хотя это диаметрально противоположные понятия. Уныние и радость, депрессия и восторг о Духе Святом. То есть, очевидно, душа – это некий орган, который подвержен определенным духовным воздействиям. Если мы говорим, ну, не просто вот порассуждать ради красного словца, а действительно, чтобы наше слово было полезно слушателям, то, наверное, нужно давать какие-то практические советы, которые каждый человек может применить к себе. И вот в данном случае нужно сказать о том, что не всегда удается с первого раза определить, какое повреждение душевно у человека. Разделим эту проблему как бы на две части. Ну, если это заболевание, то однозначно нужно идти к врачу. Если природа этого повреждения, уныние, тоска, печаль, носит характер духовный, безусловно, надо обращаться к священнику за духовным советом, за определенными духовными рекомендациями, как выходить из этого состояния с помощью религиозных практик, православных. Вот. Как определить здесь? Было бы очень просто, если бы вот одни к врачу, другие к священнику. На практике все гораздо сложнее. И слава Богу, что мы, вот, священники, имеем возможность врачевать эти духовные недуги совместно с врачами. То есть, если мы видим, что человек имеет какие-то психические отклонения, то такому человеку, безусловно, нужна помощь и консультация специалиста. Но желательно, и даже вот мы говорим обязательно, чтобы этот специалист был все-таки верующий, не атеист. Потому что статистики такой вот лично я не веду, но из своей практики я знаю, что вот примеры сотрудничества верующих православных врачей и священников дают очень хорошие результаты. И люди обретают какое-то утешение, покой. И даже если диагноз с них не снимают, все равно они обретают некоторое успокоение. Потому что Бог врачует. Поэтому, конечно, если мы с духовной точки зрения рассуждаем о недуге, уныния, тоски, отчаяния, то нужно смотреть, от чего это происходит. Мир современный, он перевернут с ног на голову. И вот один святой отец охарактеризовал вот эту болезнь мира таким образом. Современный человек, он пользуется тем, чему должен служить, и служит тому, чем он должен пользоваться. То есть, как это применить вот к нашей теме, к теме депрессии? Мы пользуемся благодатью Божией. Она хранит нас. Бог дает нам бесчисленное количество поводов к радованию, духовному радованию. Радоваться за ближних, радоваться тому, что Бог нам дал бытие. И вот современный человек меньше всего думает об этом, о Боге, что он дал ему бытие, и что ему надо служить. Спросите любого человека на улице, остановите, ты думал когда-нибудь послужить Богу? Он сначала не поймет вообще, о чем его спросили. То есть, человек пользуется божественной милостью, но ей не служит. А вот чему же служит человек? Он служит тому, чем он должен пользоваться. Это творение, все творное, то есть, все красивое, все прекрасное, все одухотворенное. Возьмите даже высшие сферы проявления человеческой деятельности, как вот умственная деятельность, творческая деятельность, произведение искусства, музыка, поэзия. Ведь, ну, все это то, чему нельзя служить. Этим надо пользоваться, а человек этому служит. А естественно, здесь, когда человек увлекается и до конца отдает себя миру, он не может получить полное удовлетворение. И мы знаем, что даже многие и деятели искусства сходили с ума или творили такое, что было явным, ярко выраженным протестом Богу. Потом они сходили с ума. И те люди, которые используют вот такие вот их произведения, они тоже повреждаются. Поэтому вот все с ног на голову. А вот для того, чтобы человека сформировать в целостности, и эту целостность потом в жизни этот человек мог удерживать и совершенствовать, здесь ему необходимо осознание явного присутствия Божьего в своей жизни. Конечно, прежде всего, это мировоззрение, философия. Когда человек воспитан в религиозной христианской традиции, он знает, как вести себя в той или иной ситуации. То есть, если это болезнь, если это грех, если это влияние демонических сил, то врачуется божественной энергией, божественной милостью, любовью и церковными таинствами. И когда такой человек приходит в Храм Божий, священник, он говорит на одном языке, верующий человек всегда понимает верующего человека. И поэтому мы быстро находим рецепты, средства, которые могут в кратчайшие сроки оказать необходимую и эффективную помощь человеку в данной ситуации. Также известно, что во времена военных действий, во времена каких-то экстремальных обстоятельств депрессивные синдромы у людей исчезают, потому что люди мобилизуются, у них появляется смысл жизни и мотивация. Таким образом, они препобеждают вот этой внутренней энергией перераспределения своих сил, перераспределяют вот это движение душевное. Им надо что-то делать, им надо бороться за жизнь. Они сопротивляются, и депрессии не бывает отступают. Как только наступает какое-то относительно свободное время, спокойное время, как бы болото такое вот в душе, у человека начинают квакать лягушки, появляется тина зловонная, и такому человеку хочется эту воду отогнать, освежить. И где он ищет успокоение? Только не в Боге. Вот в этом основная причина. Конечно, если как бы общий знаменатель подвести под этой проблемой, то получится, что все идет от греха. Вот это, конечно, общее утверждение, оно такое объемлющее, но ведь действительно человеческая природа повреждена. Мы тлеем, болеем, стареем. И это видно не только на нашем теле, которое становится дряблым, старым, покрывается морщинами, а потом просто распадается в земле на составные части. Душа человека тоже способна стяжать, то есть приобретать какой-то духовный возраст. Но вот здесь парадокс. Чем больше человек живет, тем душа его становится крепче и сильнее. По замыслу Творца, по замыслу Бога. А апостол Павел вывел свою формулу. Он сказал, внешний человек наш неизбежно тлеет, а внутренний обновляется. Но так совсем нельзя сказать о человеке, который духовно распадается, который находится постоянно под давлением, унывает, тоскует, а то и хочет свести счеты со своей жизнью. То есть душа такого человека больна, и она начинает гнить. Вот этого нельзя допускать, но это надо понимать. Поэтому правильно поставленный диагноз – это 90% исцеления. Поэтому любому человеку, который начинает испытывать симптомы печали, тоски, он должен понимать, где существует цель и смысл его жизни. Цель – это программа минимум. Там построить дом, жениться или выйти замуж, нарожать детей, посадить деревья, облагоустраивать мир, в котором… Это цели, цели, но это не смысл. Безусловно, наличие цели на какое-то время дает человеку энергию, но очень часто цели бывают бессмысленными. А смерть, она упраздняет все. Поэтому если цели не выходят за границы временного мира, то это бессмысленно – жить. Поэтому нужно обязательно иметь смысл, который будет заключаться в Боге. То есть любая цель должна подчиняться высокой идее, смыслу, ради чего ты живешь. И вот здесь как раз я закончу свою речь именно тем, с чего я и начал. То есть человек должен служить Богу. Если он это поймет, он ощутит сродство с Богом. А значит, Бог есть истина, Бог есть свет, он вселит свои душевные, вот эти духовные, вернее, энергии в этого человека, и он будет истинным и светлым. И в таком человеке будет радость. Посмотрите на святых, которые изображаем на иконах. Из них воссияет свет Христов, который мы изображаем как нимбы. Это радость, и никакой печали, и никакой депрессии в этих людях нет. Они победили грех. Действительно, братья и сестры, в иконографии русской православной церкви встречается великое множество икон Божией Матери. Россия считается четвертым делом Богородицы, и, наверное, как-нибудь в другой стране мира христианской, Матери Божией наиболее почитается, и насчитывается свыше 400 чудотворных икон Богородицы. Так уж сложилось, что та икона, которая была со временем обретена в Казани, она называется Казанской иконой. Некоторые иконы были написаны при жизни Богородицы, апостолом Лукой в Иерусалиме, и по промыслу Божию впоследствии оказались на русской земле. Какая-то икона осталась в Смоленске, ее стали называть Смоленская Дегитрия, какая-то попала в Тихвин, но нужно понимать, что икон Матери Божией много, но сама Богородица была одна единственная. И мы с вами, молясь перед тем или иным образом Богородицы, будь то Казанская, Смоленская, Тихвинская, Владимирская икона Божией Матери, мы молимся Богородицы, потому что икона – это только священное изображение. И в старые времена иконы назывались богословия в красках. Когда до революции было много необразованных людей, не все могли читать и писать, не все заканчивали дворянские школы, были и безграмотные люди, такое нельзя отрицать. И вот, допустим, безграмотный крестьянин, приходя в Храм Божий, смотря на священный сюжет, изображенный на фресках, на иконах, на стенах храма, он через эти изображения изучал Священное Писание. Поэтому иконографию называли богословием в красках. Когда мы с вами молимся на икону, то мы молимся не доске, а тому, кто на ней изображен. И первое священное изображение появилось в Ветхом Завете, когда Господь Бог дал указание через пророка Моисея изготовить первую церковь – скинию. И стены приносной скиния по указанию Бога были вышиты золотыми нитками изображением святых ангелов, херувимов. А на крышке ковчега Завета также вылиты из золота были два золотых херувима, то есть два ангельских чина. И вот это были первые священные изображения, которые встречаются в Ветхозаветной Церкви, а потом они перешли и в Новозаветную Церковь. Взовет вопрос, можно ли молиться без икон? Конечно, можно. Но ведь человек так устроен, что легче молиться тогда, когда ты видишь тот лик, то изображение, того или иного святого угодника Божия, к которому ты обращаешься. И вот в традициях нашей Церкви, наши стены храмов и дома верующих людей украшать иконами. И, наверное, нет такого дома верующего человека, где бы не было хотя бы маленькой иконы Богородицы, потому что Матерь Божья, она считается усердной заступницей всего христианского рода. Мы ее почитаем как свою родную Матерь, потому что когда-то при кресте, на котором был распят наш Спаситель, мы были усыновлены Богородицей, когда Христос, вися на кресте и страдая от нестерпимых болей, чувства и приближения своей телесной кончины, сказал Иоанну, своему любимому ученику, «Все, Матя Твоя!», а обращаясь к Матери Божией, сказал «Все, Сын Твой!». То есть Спаситель наш, Господь Иисус Христос, вися на кресте, как бы вручил на попечение своему любимому ученику Иоанну Богослову свою предчистую Матерь. А Матерь Божья как бы усыновила Иоанна Богослова. И таким образом мы тоже вправе считать себя чадами Пресвятой Богородицы, потому что, почитая ее Божественного Сына, мы почитаем ее ту, которая дала плоть Божественному Сыну, ту, которая явилась тем Бога, избранным сосудом, через который невместимый Бог пришел на эту землю. Это тайна за семью печатями, как невместимый Бог мог вместиться во чрево Девы Марии. Мы это понять умом, логически просто не можем, но ведь для Бога нет ничего невозможного. И вот невместимый Бог вместился в утробу Богородицы, Пресвятой Девы Марии, и Дева Мария дала плоть Божественному Сыну. Сын Божий стал во всем похожим на нас, кроме греха, поэтому воплотившегося Иисуса Христа, Сына Божия, мы еще и называем и Сыном Человеческим. По Духу Он был Бог, рожденный от Бога Отца в преждевотворении мира, а по плоти Он был человек, рожденный от Дева Марии. И вот мы, почитая Матери Божию, как тот Бога, избранный сосуд, через который Сын Божий воплотился в человеческое естество и обожил человеческую природу. Через это обожение мы с вами также являемся наследником жизни вечной, ибо Христос пришел на эту землю для того, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. И без Богородицы это было бы просто невозможно. Поэтому мы и почитаем усердно икону Матери Божией, как свою Матушку, мы называем ее Ласково, Матушка Богородица, Царица Небесная, Пресвятая Дева Мария. И таким образом мы отдаем ей уважение, потому что через нее Сын Божий пришел на эту землю ради нашего с вами спасения. А икон Матери Божией действительно великое множество. Но нужно понимать, что как бы икона ни называлась, Матерь Божия одна. Если нет у тебя под рукой, допустим, иконы «Неупиваемая чаша», то в исцелении однедуга пьянства и наркомании можно молиться и перед Казанской икорой, и перед Владимирской, и перед Тихвинской, потому что Матерь Божия одна, она обязательно услышит все наши скорби, все наши печали, потому что она сама когда-то испытывала печаль, и скорбь, стоя при кресте своего Сына, в виде Его страдания, в виде Его крестную смерть. Поэтому мы питаем глубокую надежду, что предстательством Царицы Небесной, Пресвятой Богородицы, Господь и нас помилует, потому что мы с вами знаем, что первое чудо, которое Христос совершил на этой земле, было на брачном пиру в Кане Галилейской, когда в разгар брачного пира закончилось вино, и по просьбе своей матери Христос сотворил чудо, притворив воду в прекрасное вино. Так что архитриклин, по-нашему, тамада, распорядитель брачного пира, был немало удивлен, откуда в доме бедного жениха такое дорогостоящее вино. И из этого мы делаем вывод, что Ахристос, будучи и Сыном Божиим, и одновременно Сыном Человеческим, почитает Свою Матерь. А ведь Закон Божественный научит что? Почитает Своих родителей. Одна из заповедей Божьих так голосит, «Почитай Отца и Мать Свою», и за это Господь Тебе обещает долголетие на земле. И вот Сын Божий сам же и исполнил эту божественную заповедь и почитание родителей. Он слышит голос Матери Божией, внемляет ее просьбам и исполняет их по ее настоятельному прошению. Потому что Сын почитает Свою Мать, Сын Божий почитает Матери Божью. Вот так и мы с вами обращаемся к Матери Божией в надежде, что Матерь Божия умолит Своего Божественного Сына и о нас грешных. И нам поможет в наших нужных, болезнях, печалях и скорбях. Лишь бы наши молитвы к Богородице были искренние от души, от сердца. И вот такая сердечная молитва, искренняя молитва, исполненная любви и упования на милосердие Божие, на милосердие Царицы Небесные обязательно даст свои обильные плоды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok